Канал Аль-Иртисам представляет Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословения Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, его женам, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. А затем мы продолжаем серию лекций «Основы шиитов», в которых мы знакомимся с убеждениями этого течения. На прошлом уроке мы говорили о том, какое место в религии шиитов занимает такое понятие, как тукья, то есть сокрытие своих убеждений или, если проще можно выразиться, обман, вранье. В этой лекции с дозволения Аллаха Всевышнего мы поговорим о книге, которая у шиитов считается самой достоверной в этом мире. Именно о книге Кафи. Шейх, вот мы перед съемками, вы сказали, что очень долго готовились по этим книгам. Вообще расскажите, что это за книга и как шииты к ней относятся? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу алярасулиллах. Это было испытание от Аллаха Субхану Ата'ала, читать эти книги, зная, что это все недостоверное, зная, что стоит наговор на семейство пророка, саллиллаху алейху асалам, но пришлось эти книги прочитать, чтобы дать людям понять. Если даже эта книга, одна из самых достоверных книг этих людей, в других книгах что может быть? Как мы говорим, у них четыре книги, это хадисы книги, которые таки известны. Кутубы-Арбая они называют. Это Усулул Кафи, сами. И Истебсар, Имам Антуси, Тахзибул Ахкам, тоже. Ихний имам, шейхский имам, его называют Шейху-Таифа. В этой группе Шейху. И книга Маллайя Хзулху-Аль-Факих, тоже ихний Шейх Аль-Кумми. Это четыре книги. У них самые достоверные книги, то, что у них есть в хадисах. В четвертом веке, было похитие, похитие в четвертом веке, без шиизма разглавывали ученые, все были они а'ажими, не были арабами. Они были а'ажими, не арабы. И они эти все книги тоже написали. Тем более, эта книга Усулул Кафи, его автор, умер в 1928 году, в начале четвертого века. И эту книгу он написал, без никакого цепочки до семейства пророка нету. Эти слова, то, что здесь говорится, не сказал ни Али и Абиталий, не сказал ни его дед, ни его сыновья, ни их внуки. Никто не сказал эти слова. Но они наговаривают на Али и говорят эти слова Али. Но, иншаллах, чтобы было более ясно, интересно, именно я выбрал книгу, самая достоверная книга, то, что у Шиитов есть. Эта книга Усулул Кафи. И чтобы люди поняли, да. Вот эти места, которые я сам отметил, которые более интересные места, которые мы прочтем, иншаллах, в течение пары лекций, иншаллах. Ну, для того, чтобы ознакомить зрителей, как суннитов, так и Шиитов. Суннитов и так Шиитов, что их книга написана. Потом эти люди не стесняются и искать книги Сахал Бухари, и говорят, Бухари где-то что-то сказал. Бухари, рахмаллах, мы как знаем, все от Бухари до Пророка, салам, все связаны цепочки. Как это даже такое понятие, у мухаддисов золотой и снад, что-то такое. Да, все это люди знаем, у них этого нет. Они говорят, Абу-Жа'ф рассказал, Хусейн сказал, радия Аллаху ана, Али ибн Абиталиб сказал, и говорят, что попало. А между этим учеными Хусейном может быть 300 лет и ни одного человека передатчика. Люди нашей группы говорят, но это кто-то. И чтобы зрители знали, что этот хадис действительно достоверный, это недостоверный, до многих лет, пока от Суннитов не узнал, они даже не знали, что такое хадис бывает. Сказал шейх, сказал шейх, имам сказал все. Так когда уже начали людям говорить, вот ваши книги, они начали говорить недостоверный. У них есть весы, какой хадис достоверный, какой хадис недостоверный. У них таких весов нету. Они могут сказать, что это хадис достоверный. Другой может имам прийти и сказать, что это самый лучший снад хадиса. Нету у них, как у Ахли Сунна, какие передатчики достоверные, какие недостоверные. Еще даже у них, можно сказать, хадис тиха, хоть сам человек является правильным акидой, хоть даже он будет фасик, может быть достоверный человек будет. Даже если он пьет вино, водка, может быть достоверный человек. Вот, как мы говорим, нет у них весы, какой хадис является достоверный. Он говорит, ты пока не скажешь, что это недостоверный хадис. Но кто такой Кулейни? Вот, автор этой книги, Абу Джафар, Мухаммад ибн Якуб аль Кулейни. Он тоже не араб, он из города Кулейни, в Иране сейчас. Оттуда он, его говорят Кулейни, ему говорят Аль-Рази, его говорят Ас-Сили-Аль-Багдади, Абу Джафар-Аль-А'вар. Его имена, прозвища его. Он был, всех шиитов, шейхом был в свое время в городе Рай, в Иране. И его считают шейху рижалу фикху ва кибару а имма тил-Ислам. Из ученых фикху, он их не шейх, и кибару а имма тил-Ислама, самый большой шейх, имамом его считают шииты, автор этой книги. Когда говорят фикхату л-Ислам, доверенное лицо Ислама, автоматически они понимают, что это Кулейни. Когда мы говорим шейху ва кибару а имма тил-Ислам, автоматически он на голову идет, имам Таймия, это, в общем, когда говорят. А у них, когда фикхату л-Ислам говоришь, это автоматически является Кулейни в их книгах. Этот, вас хвалат, имам А, эта книга, сама Кафи у шиитов, этот Мухаммад ибн Акуб аль-Кулейни, я говорю, где-то в 328-м или в 328-м, в этом времени он умер. Там разогласы, у них, сами даже не знают точно, примерно 328-м или 328-м, он умер. Он собрал эту книгу Кафи. Что означает Кафи? Достаточно. Чтобы она к ней была достаточной для шиитов возвращаться. Да, да, Аль-Кафи. И Нур-Ут-Табраси говорит, вот эти четыре книги сейчас говорили, у них Кутубль-Арба. Нур-Ут-Табраси говорит, Аль-Кафи, эта книга Кафи, среди книг, четырех книг, как солнце между звездами. А на солнце, они, эти остальные звезды. Настолько она превосходит их. Да, превосходит этих книг. Эта книга. И у Хурр-Амали говорит, все эти четыре книги, которые, это, свидетельствует, что все эти книги, это недостоверные книги. Чтобы не говорили потом, что там недостоверные хадисы читают, недостоверные книги читайте вы. Абдул-Мухсин, Абдул-Хусейн, Шарафуддин-Иль-Маусави. Он говорит, Кафи, вот это, Истебсар, потом, Тахзиб, Иумал-Ла-Яхдул-Лу-Факих. Вот эти четыре книги. То, что там есть, что-то, без никаких сомнений, все достоверное. Это в четырех книгах. А среди них, Кафи является, как солнце. Она еще сильнее, достовернее получается. Ак-Кафи говорит, самый более раньше, потому что Истебсар, автор Уси, умер в 420 году. Этот автор умер в 381 году. Это получается более самая ранняя книга. И самый лучший, и самый красивый, и самый более достоверный, говорит, Абдул-Хусейн, Шаров-Аль-Маусави. Мухаммад Садик, Усадир говорит, хотя мы все единогласные говорим, говорят, четыре книги достоверные, но мы их не называем Кутуб-Сихах, как Ахли Сун называют. И Кафи объяснил, почему он эту книгу написал. Он говорит, ты мне сказал, чтобы одна книга была, которая все разные знания собирающие, которые достаточно для ученика. И возвращается туда человек, который направляет на прямой путь. И любой, который хочет религию узнать, и соблюдать религию, чтобы возвращался и получал знания, ты от меня требовал с достоверными асарами. Достоверными асарами. Сам Кафи Мухаммад Якуб называет эти книги достоверные асары, которые там есть. Передачи достоверные. Даже их мухаккх анна ини, тоже шиитский ученый, он говорит, что спорит, это достоверный хадис, или нет, хадис, который есть в Сахе-ль-Бухари, спорит, что это дело тех людей, которые ажиз, которые не могут сам ответить на вопрос. Таких людей делали, собственно, недостоверные, недостоверные. Здесь недостоверного нету. Али Акбар Аль-Гифари, вот эта книга, она более сжатая, которую я купил, я их купил тоже недавно, история тоже была, зашел на книжный выставок, когда был, отдельно была шиитская библиотека, книжный магазин. Зашел, эту книгу покупал, мне говорят, это тоже хорошее, я только хадисом увлекаюсь, купил эти книги, и когда выходил, там только нашел вот этот Аббар. А вот это издание. Вот это издание, которое известное издание, оно 8 томов, оно более сжатое, но оно здесь. Все 8 томов вот здесь? Здесь 2 тома, но более известное, которое Али Акбар Аль-Гифари, 8 томов есть, это есть у меня PDF. Он говорит, Мухакка, который его проверил, на издании приготовил, Али Акбар Аль-Гифари, как редактор. Да, он сейчас нынешний ученый. Он говорит, большинство шиитов считают, что эта книга самая лучшая книга, и которая есть там хадисы, они достоверные хадисы. И это является как центр, который остальные книги возвращаются к нему. Это у них и красивее, и лучше, чем остальные усули хадисы. Эта книга лучше, чем остальные книги хадисов, говорит Али Акбар Аль-Гифари. Вот такой манзиля имеет, такой степень имеет книга Аль-Кафи у шиитов. Большинство ученых говорят, все здесь достоверное большинство ученых. Сейчас когда говорю про шиитов это все шиитов ученые. Потому что шиитов не довод наши ученые. Они говорят кафиры, муртады, или кто-то иму тайми, и другие. И второе большое. Есть их ученые, которые есть, говорят, здесь недостоверные хадисы, которые есть. Есть такие. Нынешние ученые есть, как его забыл, даже его лекции смотрел я. Он тунесиец. Он говорит, несколько тысяч хадисов недостоверных в этой книге. Несколько тысяч хадисов недостоверных в этой книге есть. Но тем не менее, самая достоверная книга, то, что у шиитов есть, это книга. Ход там достоверные достоверные пускай сами разбирают, но самая достоверная книга по мнению шиитов шиитов это, даже не шиитов, они говорят, в мире самая лучшая книга, это говорит шиитов. Из-за этого я решил путешествовать по этой книге. Так, будем листать, я даже уже 2-3 дня читал эту книгу, и те места, которые мне интересны, и некоторым ученым тоже интересны были, прочитаем и узнаем, что за религия этих людей. Мы заранее говорим, сейчас мы там будем говорить, Али ибн Абиталий сказал, Хусейн ради Аллах сказал, это говорим за то, что здесь написано, но я миллион процентов уверен, что эти слова не сказал Али и не может сказать Али, потому что Али не был таким человеком, Али был сподвижником из лучших людей сподвижника пророка и такие слова он не может сказать. Просто наговор на него, книги тоже написаны в 4 веке, просто люди узнали, что за религией шиизм, будем читать их книг Бисмиллах. Откроем сначала, например, много здесь такое, они говорят, Рыда, это тоже один из 12 имамов Али Ассалам сказал, целый текст, это его слово говорит, лейса аля миллах и ислами гайруна в гайрухум Ислам в религии в исламе нету кроме нас и нашей шиити в другом революте тоже говорят, кроме нас и наша жамаат наша группа Нет людей в исламе кроме нас юнац имамов и наша армия шиитская наши шиити эти слова они передают также пройдем что дальше говорит не может говорить Абу Жаффар алейхиссалам мы сейчас тоже не будем каждый повторять что он не сказал он нет имам говорит в мире не может сказать что он весь Куран собрал как было неспослан к Мухаммаду алейхиссалам кроме кто скажет я весь Куран собрал знаю этот человек является вруном илля кадзаб никто не собрал и не учил наизусть эта книга как была неспослан к Мухаммаду кроме Али ибн Абитали и после нее которые пришли имами больше никто не знает Куран как был неспослан Мухаммаду мы это рассказали вот такие слова передают те которые Куран знают не мучайтесь свидетельствуют вам что этот Куран не тот Куран который был неспослан и весь Куран только Алим Алим знает и не может еще Абуджафр не может весь Куран что у него есть человек кроме Аусия кроме те завещенные люди что они имамом будут девятнадцать имам кроме они никто не может сказать я Куран Захир и Батин внешний внутренний смысл Курана никто не знает кроме этих имамов говорят вот их слова Шейх ну вот удивительный момент допустим вот эти люди находились среди своих сподвижников когда у них была сила и мощь неужели даже тогда они не могли настоящий Коран вытащить до сих пор нет мы будем подождать пока еще несколько тысяч лет пройдет когда Махди выйдет он принесет тот Куран который Алик передал Алик никого не показывал этот Куран не боялся от Умара как всегда когда сам халиф был боялся от тех людей которые подчинялись не знаю детские игры это мультики даже невозможно такого придумывать знаешь что случилось с Ишаком пророка саллах аликсалам а что-то да после смерти пророка саллах Ишак самоубийство совершил чтобы не использовал после него Амир аликсалам рассказывает Аликсалам рассказывает первый из этих животных которые после пророка умер этот был Уфаир этот Ишак пророка саллах аликсалам она оторвала свой этот уздечку оторвал она бегала и пришла бир бани хатма колодец который был бани хатма до туда побежала она оттуда сюда прыгнула этот колодец и умер это это была его могилой самоубийство совершал и чтобы на нем никто больше не ездил после пророка саллах аликсалам и еще Амир рассказывает про этого Ишака это Ишак был откуда Ишак заговорил с пророком саллах аликсалам и говорит Ишак пророк саллах аликсалам добудет жертвам ради тебя моя мать у арабов есть такое выражение пусть мой отец и мать будут за тебя выкупом да за тебя выкупом будет Ишак говорит пророк саллах аликсалам мой отец мне рассказал смотри Ишак рассказывает мой отец мне рассказал от своего отца от своей дедушки он дедушка от своего отца рассказывает он был с аликсалам аликсалам через 4 шага кажется аликсалам был Они по сто, по двести лет жили, что ли, эти ишаки? Осел такой же, будет на него ездить господин пророков, саллаллаху алейкум ассалам. Это Уфаин говорит, что Аллах мне сделал этого ишака, который ездил, что это я, который ездил пророком, саллаллаху алейкум ассалам. Таким иснадом такие хадисы достоверные, говорит эта книга Аль-Кафи. Если самая достоверная книга, это, я не знаю, что мы найдем, если будем посмотреть, то, что они называют в недостоверных книгах. Если у Нуха на борту было всего два осла, мужского и женского пола, это и так из его потомков будет кто-то, на ком будет пророк сам ездить. Но это глупости. Они рассказывают от Абу Абдиллах. Я ему спросил, говорит, Абу Басир, кто-нибудь слышит? Он сказал, говорит, нет, не слышит. Я сказал, говорит, он сказал, что хочет спросить, я тебе отвечу. Я не буду по-арабски читать. Даже страницы можно было сказать книги про ассаллах пророка, саллаллаху ассалам, 135-я страница. Ну вот это именно издание двухтонное. Да, именно оттуда я это купил, то есть с этого мактаба аль-а'лами, 135-я страница. Вот здесь он что говорит, в 136-м странице. Он говорит, спроси, что ты хочешь. Он говорит, твой шиа, твой группа шиа, говорят, что пророк, саллаллаху ассалам, научил Али ибн Абиталиба. Смотри, что он научил. Он с одного двери знаний дал, который с этой двери, для него открывают тысячи дверей знаний. Он говорит, не так. И Абу Мухаммад говорит. Пророк, саллаллаху ассалам, учил Али тысячи дверей, которые с каждой двери открывают еще тысячи дверей. Сказал, это вообще большое знание. Тысячи дверей знаний, с каждой дверей еще тысячи дверей. Фанак, когда еще подождал, говорил, Абу Мухаммад говорит. Потом, у нас, говорит, есть жамиа. Что это жамиа, когда спрашивает? Расскажи нам это. Это, говорит, как это, сверток, да? Свита, который, длина у него семьдесят зира, тридцать пять метров. Локот один. Да, здесь примерно 50 сантиметров. Семьдесят зира. Семьдесят локтей. Мерками локтей пророка, саллаллаху алейху ассалам. И пророк, саллаллаху ассалам, диктовал, и Али Ибн Абдали написал все это. Ну, большой свиток получился. Да, свиток, да. Тридцать пять метров свитка. Все это Али Ибн Абдали рассказал. Там, говорит, есть все, харам и халал. Там есть. Все, что нуждаются людям. Наказание, штрафы. Даже за царапины, что получают штрафы, тоже написано там. Он говорит, ты мне разреши, чтобы это я людям рассказал. Он, говорит, мне щупнул вот так. За это тоже штраф, говорит, написано там. Даже такое наказание. Все, ничего не пропустим, что написано в этом книге. Я сказал, это большое знание. Сума потом подождал. У нас, говорит, есть жафар. Там был жами, а сейчас жафар. Что такое жафар? Я спросил, говорит, это, говорит, такой сосуд, там есть, говорит, там все знания прошлых пророков, там есть, говорит, и все знания этих завершенных имамов тоже там есть, говорит. Всех ученых Бану Исраил, которые были, сыновья Исраиля, их знания тоже там есть, говорит. Сосуд такой. Так, сосуд, это все там собрано. Я сказал, говорит, это большое знание. Потом еще подождал. У нас еще есть, говорит, Мусхъф Фатима. Урран Мусхъф Фатима. Они откуда знают, говорит, что это Мусхъф Фатима? Я сказал, что это? Это, говорит, это Мусхъф, говорит, который есть, как ваш Куран вот этот, который перед нами находится, Куран, который Мухаммаду был неспослан, чем это, говорит, три раза больше. То, что в этом Куране есть, говорит, ни одной буквы там нет. Потом он сказал, говорит, подожди, еще у нас знаний, еще это не хватает, еще у нас знаний есть. До судного дня, что будет, это все мы знаем. Ночью, днем, точно ночью, и днем бывает, до судного дня, это, говорит, мы знаем. Вот. Это хадис тоже в достоверной книге. У шиитов. У шиитов. Имами, они знают, когда они умирают, и они не умирают, кроме как своим разрешением. Сперва Аллах спрашивает им разрешение. Хотите умереть потом? Они умирают. Как был Мусс, али ассалам спросен, никто же будет спрашивать. Абу Абдуллах сказал, Тот имам, который не знает то, что он получает, и что с ним случается, который этого не знает, это не имам, говорит, это не является худжей. Доводом. Доводом для народа. А, его слова имеется в виду, которые он говорит. Да, да. Они говорят, имам для народа довод. Если имам есть уже до них, то ни слова. Мы знаем, Иса, али ассалам, христианское убеждение какое. Он для них выкупом был. А, чтобы он искупил все грехи. Искупил все грехи и сам пожертвовал. Также Абу Абдуллахасан, Муса, али ассалам, говорит, Аллах говорит, разогневался над шиитом. Он мне дал, говорит, Ихтияр, выбирай или себя, или твоих шиитов. Я, говорит, сам. Я своим телом, говорит, их защитил. Каким образом? Ну, сам свое тело отдал, умер он. И защитил их выкуп. Как у христиан, как у шиитов. Так у шиитов. Как трудно это было читать. Повторить еще труднее. Еще Баб, в этом же книге говорит. А, такой раздел, да? Раздел этой книги. Имами знают то, что было, то, что будет. Им ничего не бывает скрытного. Мы, говорит, были с Абу Абдуллахом. Он сказал, есть кто на нас смотрит? Он сказал, нету. Смотри, он что говорит. С моим господом моих сыновей и господом Кааба, говорит, я клянусь. Три раза он сказал, если я был, говорит, между Муссой и хидрой, я им рассказал бы, что я больше знаю, чем они оба. Мусс, алейхиссалам, пророк, из пяти пророков, которые возвышенных. И хидр, алейхиссалам, тоже пророк. Чем они, говорит, что я больше знаю, я им рассказал, говорит Абу Абдуллах. То, что у них в руках нету знаний, я им рассказал бы. Если, говорит, почему это так? Они знали прошлое и будущее, они не знали. Они не знали будущее и досудное, что будет, они не знали. А мы, говорит, от пророка этого получили. Абу Абдуллах, говорит, я знаю, говорит, то, что находится на небесах, на всех небесах, на земле, а знаю то, что в раю и в аду, то, что было и будет. Потом подождал. Знаешь? Он увидел, что это уже, что люди поняли, что он борщит. Он сказал, говорит, Он уже срулил и говорит, я это узнал от книги Аллаха . Там все находится. И еще на это люди тоже верят. Мы еще раз повторим и говорим эти слова, не сказал. Я когда смеюсь над этими словами, не словами Абу Абдуллаха, не словами Али имен Абдуллах, они эти слова не сказали. И я уверен, что эти слова не сказали, это наговор на них. Просто на эти слова, которые пишут, и на эти, которые верят, до сих пор и говорят, это самые достоверные книги. На это я смеюсь. Алхамдуллах, Рабу Али Алимин. Иншаллах. Перейдем на другом лекции и продолжим путешествие по этой книге. Мы только начали. У нас два тома. Вообще, если так по большому счету об этом подумать, шейх, книга, которая была написана в третьем веке по хиджри, и между человеком, который ее писал и с подвижниками, их детьми, их внуками, огромный временной промежуток, и нет никакого яснада, никаких людей, ни цепочки передатчиков, ничего. Даже уже этого достаточно, чтобы просто хотя бы начать сомневаться. А может быть, не все так гладко, как написано в этой книге. И это у нас только первая лекция по этим книгам. Иншаллах. Поэтому, если будет на то воле Всевышнего Аллаха, если Аллах тас нам силы и возможности, мы продолжим именно изучать эту книгу и рассказывать как суннитам, так и шиитам о том, что написано в самой достоверной книге у шиитов. Саляму алейкум ва рахматуллах и ва баракат.